васту коррекция спиралями секторов оттока привет это канал арт васту и сегодня мы поговорим про коррекцию спиралями секторов оттока давайте начнем с дефектов секторов оттока которые мы будем корректировать спиралями дефекты первое это срез или расширение срез или расширения вообще коррекция формы это самая важная коррекция то есть если у вас форма нарушена если у вас форма не квадрат и не прямоугольник то есть вот если у вас форма квадрат или прямоугольник все хорошо если у вас форма буквы г то здесь будет срез либо вот это будет расширение в принципе это неважно или если у вас какая-то сложная форма там не знаю вот так это тоже нарушение формы и самое главное коррекция таких квартир будет коррекция форма это будет самое мощное самое сильное что можно сделать в пространстве итак первый дефект которым будем корректировать спиральными срез или расширение форма второе входная дверь входная дверь и третье окно балкона лоджия в секторах оттока так теперь а какую спираль куда смотрите наши сектора вам видно я теперь все время проверяю север-юг юго-запад значит восток запад север-восток север-запад юго-восток так смотрите у нас значит спирали корректируют сектора оттока и на юго-западный в юго-западный сектор и в южный у нас идут квадратные спирали квадратные спирали вот так квадратные спирали в юго-западный и южный сектор а в западный сектор у нас идет круглая спираль понятно так по схемочке будет и теперь цвета еще подпишу если вы помните мы уже обсуждали что запад это у нас серебро серебряный цвет серебро также может быть синий цвет то есть вы можете спираль покрасить в серебряный цвет либо в синий юго-запад у нас это золото цвет или цвета земли от например песочно песочно бежевого до коричневого не прям темно-коричневого коричневого так что вам было видно золото цвета земли юг у нас тоже золото и цвета земли и так теперь скажите мне для какого сектора у меня вот эта спираль по цвету и по форме правильно она у меня подходит как для юго-запада так и для юга потому что она квадратная и она имеет золотой цвет для какого сектора вот эта спираль правильно это спираль у меня для запада потому что она имеет круглую форму и покрашена серебристый цвет теперь еще сюда добавим металл секторов металл на юго-западе я раньше об этом не говорила я буду эту формацию добавлять по чуть-чуть металлы юго-запада который можно тут использовать я вам говорила про железо но основной металл юго-запада это свинец свинец если вы боитесь свинца там каких-то испарений или еще чего-то то вы можете заменить свинец железом но без нагревания до каких-то безумных температур или того что вы будете не знаю лизать этот свинец в течение там суток то никаких никакого вреда вам этот свинец нанести не может вы же вы не отливаете он уже отлит форму плюс он еще покрыт сверху краской в общем все вот эти вот дебаты на вред свинца смотрите сами как вам удобно корректно но если очень много дефектов серьезные дефекты на юго-западе лучше все-таки использовать свинец но если у вас голове очень сильная заморочка что вы будете бояться что вы отравитесь вся ваша семья отравится и все умрут то замените на свиньи на железо и так значит юго-запад свинец железо квадратная форма цвет золота цвета земли юг металл железо здесь свинец не размещаем железо квадратная форма цвет золота цвета земли в данном случае вот эта спираль сделаны из железа но можно приобрести такую же из свинца совершенно спокойно под видео я оставлю ссылочку на спирали так дальше двигаемся металл западного сектора металл западного сектора основной я вам уже говорил когда мы проходили мы проходили с вами коррекцию северо-запада и там частично я кое где говорил что на запад тоже можно и так на западе у нас бронза или латунь бронза или латунь основная как бы бронза но можно делать и латунью и также на западе можно железо железо как мне так вам разделять вот так вот так вот чтобы вы не путались вот так так будет вот это для юго-запада вот это для запада вот так значит для запада круглая форма цвет серебро либо синий основной металл бронза но можно латунь и можно железо в данном случае у меня железо покрашенная в серебристый цвет дальше следующий вопрос которому прям я готовилась как размещать спирали куда они должны закручиваться смотрите спираль должна крутиться по часовой не от внешнего к внутренним от внутреннего к внешним то есть вот так она должна крутиться по часовой и закручивать энергию которая повреждена и крутится с сейчас против часовой стрелки она ее должна закручивать менять это направление на по часовой стрелки соответственно квадратная спираль будет крутится вот так вот вот так по часовой стрелке и вот так а круглая будет крутиться соответственно вот так по часовой стрелке самое главное же я вам не рассказала сейчас все расскажу не волнуйтесь куда и как мы размещаем спирали давайте возьмем план например вот стандартную г-шечку г-образную квартиру вот тут у нас два-три окна например вот здесь вход и вот это вот расширение либо вот это вот мы будем считать что срез и вот здесь конечно же окно вот здесь вот здесь окно кривовато все получилось вот так вот эта стена вот так вот тоже окна там скорее все три но не суть смотрите значит север юг юго-запад соответственно восток запад вот так значит у нас есть квартира с расширением в юго-западном секторе каким образом мы здесь размещаем спирали у нас есть несколько вариантов размещения также вы увидите в интернете если будете забивать какие-то небольшие дебаты по поводу как правильно но любой способ будет правильным что мы первое делаем в этой квартире мы пытаемся есть корректировать форму из этой непонятной буква g сделать вот такую квартиру вот такую квадратную или прямоугольную убрать вот эту вот расширение отсечь его соответственно первый вариант размещения спиралей у нас будет повод этой линии мы размещаем спирали в расширении то есть мы положим их вот сюда в пол в идеале в стяжку так и еще сколько спирали класть в какой сектор я здесь специально завела табличку вам для вот таких вот вещей на юго-запад мы кладем 9 спиралей на юг мы кладем 9 спиралей на запад мы кладем 7 спиралей поэтому теперь вы понимаете почему у меня тут такая табличка образовалась потому что есть много моментов которые лучше видно по табличке и так 9 соответственно здесь мы размещаем 9 так как это север это у нас сектор юго-запад у меня тут немножко не в масштабе получилось но вот это вот приходится расширение больше в юго-западный сектор поэтому размещаем тут 9 спирали просто меня в масштабе влезло только 4 так либо это первый вариант размещения второй вариант давайте разными цветами вам буду второй вариант по границе среза и расширения здесь срез здесь расширение по границе второй вариант вот здесь два три четыре пять шесть семь но тоже у меня на рисунке не влезают так у вас влезет каш намного больше размещаете здесь это второй вариант третий вариант вот здесь под окном вдоль дальней стенки также вы размещаете 9 и вообще в любом месте комнаты можно разместить спирали то есть если у вас вот действует мебель вот тут никак не подлезть а вот здесь есть возможность окей значит вы размещаете их вот сюда то есть вы понимаете что по сути это неважно главное что вы их размещаете в расширении в том самом которое вы как бы хотите ими отсечь и в тут спиральку еще нарисую так это мы с вами разобрали юго-западный сектор то же самое вы делаете в южном секторе и в западном секторе есть еще один способ размещения спиралей уголочком то есть если у вас стена проходит вот так и вы вот 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 в этом углу например хотите сделать то вы можете их разместить уголочком в этом углу так тоже будет работать все работает любой способ будет работать единственное что вы должны понимать что если у вас г-образная квартира вот с таким вот значит расширением только заложив спирали вы ее не откорректируйте да это уже даст какие-то вибрации но в такой квартире самое главное это вы должны сделать новый энергетический центр сейчас он у нас где-то вот здесь примерно находится или вот здесь его нужно принести вот сюда и для этого у нас есть ритуал роднодия и по которой я еще не рассказывала не уверена что буду вообще формате своего youtube канал рассказывать лучше это делать с консультантом вот то есть самое главное что надо будет сделать это перенести энергетический центр в центр вот этой основной фигуры с помощью ритуал роднодия и но также к этому вот сюда добавляя спирали и утяжеляя эту комнату по формуле этот сектор или два сектора если здесь попадает эта комната в два сектора тоже мы корректируем этот сектор сектора только таким же образом мы корректируем и выравниваем вот эту форму то есть если мы даже не сделали в 10 от надяй но мы заложили спирали и утяжелили эти сектора то у нас уже вот это вот энергетическая решетка уже лучше вибрирует вот и после этого скорее всего вы сможете прийти на консультацию и закончить провести комплекс коррекции для того чтобы создать правильную наркотическую решетку если у нас окно или балкон или лоджия ну кстати вот тут я рисовала вот этот вот вариант можно под окно положить то есть они будут работать и как под окном корректировать и также корректировать это расширение так если у нас окно то есть например у нас хорошая форма квартиры просто у нас вот в этом секторе вот так ну то есть тут получается у нас юго-запад здесь юг а здесь юго-восток то есть вот здесь у нас на границе секторов у нас окно который попадает и туда и туда соответственно мы берем тогда наши вот эти вот 9 спирали и размещаем их под окном если у вас попадает на границу секторов окно вы можете и разные спирали получаются вот здесь юго-запад и запад половина попадает в юго-западной половина в западной окей значит вы покупаете сколько-то спирали западных сколько-то юго-западных и кладете их приблизительно по этой границе все будет работать если сомневаетесь можете обе взять из железа и обе взять квадратные потому что на западе квадратную форму тоже можно использовать потому что квадратная форма это форма земли вот и она может быть использована на западе так значит вот так мы под окнами или под балконами то есть если бы у нас вот здесь была бы лоджия или балкон вы могли бы разместить как здесь так и здесь снаружи снаружи и также вы могли бы разместить под остеклением балкона то есть у вас например воде сделаны полы а на балконе у вас как бы так не очень вы как раз думали делать там ремонт в секторе оттока тогда вы можете поднять там уровень пола вы помните я говорила что мы корректируем поднятием уровне пола опусканием уровня потолка утяжелением и еще можете добавить то есть вы еще в поднятие уровня пола можете добавить какое-то количество камней но учитывайте что в балкон не отвалился общий вес вашей стяжки плюс камни утяжеление плюс спирали и также можете спирали здесь положить так и еще один момент это двери входные двери если у нас попадают они на юго-запад юг и запад опять же вот у нас есть стена стена вот у нас входная дверь так стена стена входная дверь соответственно если у нас юго-запад мы кладем квадратные из свинца или железа золотом покрашены цветом земли 9 штук ну если сможете положить под входную дверь 9 кладите не сможете 9 положите меньше все равно будет работать если у нас южный соответственно мы тоже самое кладем если у нас западный соответственно опять же по вот этой табличке мы кладем если вы купили спираль не крашеную не хотите ее красить не красьте кладите как есть как закладываем можно спирали ну как обычно делается дырочка кстати у меня есть видео где я на практике делала все коррекции я здесь его под видео выведу мне там будут фотографии как все дело заложено то сделается дырочка в полу или если вы собираетесь делать стяжку вот вы туда шлепаете значит спираль например я круглую нарисую вот так так вот так спираль чеку вы туда шлепнули и сверху вы раствором за под лицо замазали прям вот нашу красоту туда положили да и раствором замазали и сверху вы закрыли покрытием пола под видео я выведу ссылочку на видео где я на практике делал коррекции где закладывала спирали и сразу же я вам напомню что а точные санузлы мы не корректируем в принципе мы их можем не корректировать и тем более не корректируем их спиральными в том видео в котором я положила квадратные спирали вокруг санузла я их положила потому что они у меня остались прошу квартиры и по логике вещей они все равно будут работать в плюс я их не могу не продать не выбросить и поэтому я их использовала в отточном туалете который мне попадает на юго-запад юго-запад запад он меня попадает и я вокруг него чтобы утяжелить и создать как бы элемент земли положила квадратные спирали вот такого типа железные но это делать не обязательно просто вам делаю сносочку что вы мне не бросились резко все корректировать свои отточные туалеты если у вас туалет в оттоке успокойтесь и занимайтесь просто утяжелением секторов оттока и корректированием слабых мест своей квартире не заморачивайтесь так и еще под видео я вам прикреплю ссылочку где можно такие спирали приобрести еще раз напомню смотрите лучший материал у нас для секторов для юго-запада сейчас я вам выделю для юго-запада лучший материал это свинец на втором месте идет железо для юга это железо и для запада это бронза на первом месте или латунь но также можно использовать и железо когда вы красите вы добавляете еще один плюсик вашу коррекцию то есть несколько когда вы собираете ингредиентов как бы она лучше сильнее работает то есть вы когда покрасили считаете она работает сильнее вот но если у вас нет возможности покрасить окей взяли не покрашенную заложили не покрашенную не беспокойтесь на этот счет спирали являются сакральным артефактом поэтому когда мы говорим в какой день мне закладывать вот здесь это важно во первых мы их не закладываем никогда в санузлы то есть они где-то могут у вас рядом к санузлу подходить но не должны попадать внутрь потому что это сакральный артефакт потом вы должны положить в хороший день перед этим провести очищение пятью элементами и желательно зажечь волшебную микстуру как приготовить волшебную микстуру как зажигать у меня есть отдельное видео это обязательно с волшебной микстурой потому что это вам смягчит турбулентность после коррекции то есть вы заложите вы сделаете энергия когда она негативно течет она течет против часовой стрелки вы привыкли к этому уже потому что в вашей квартире это происходит когда вы заложите спирали сделать еще какие-то коррекции энергии начнет выстраиваться и течь по часовой стрелке то есть будет этот переворот из против в по этот поворот он очень сильный мощный серьезный и колбасить скажем так будет всех членов семьи поэтому я рекомендую обязательно сделать очищение перед этим если есть возможность расхламления что-то лишнее вынести да вы может быть не можете всю квартиру походите посмотрите хотя бы несколько предметов может быть ненужных вы вынесете то есть прям с мыслью а что я могу выкинуть прямо сейчас ходите смотрите шкафы открываете о там джинсы нашлись кит который никто не носит о там какая-то кастрюля который никогда не пользуюсь потом вот это я могу там туда отдать и вот вы там несколько предметов собрали у кей вынесли очищение пятью элементами сделали волшебную микстуру перед коррекции за или во время то есть вы можете зажечь волшебную микстуру и пойти заниматься закладкой спирали вот и также вы можете делать очищение пятью элементами или конусами до коррекции несколько дней подряд и после коррекции несколько дней подряд и точно также вы можете жечь волшебную микстуру несколько дней подряд до и несколько дней подряд после опять же это вам даст меньшую турбулентность меньше проблем то есть ваша турбулентность перестроение от этой энергии она пройдет мягче и легче для вас это серьезная такая вещь я советую ей не пренебрегать и если есть возможность подобрать хорошую дату вот ну или хотя бы избегать самых плохих таких как полноуние новолуние вы можете к астрологам зайти у них посмотреть какие-то даты у меня таких видео нету вот и вы закладываете свои спиральчики обязательно техника безопасности также когда вы их получили вы их можете почистить свечами вы их получили разложили свечи в подсвечниках поставили если есть конусы поставили рядом конусы оставили это все включенным скажем так свечи длина час-два-три погорели сколько вы можете все вы свечи убираете мочить и мыть водой спирали не надо металлы не любят воду то мне девочка одна прислала как она помыла бронзу или латунь водой я так расстроилась и так переживала так переживала вот так что мы чистим свечами или конусами и так друзья про спирали в этих трех секторах я рассказала если остались вопросы присылайте задать вопрос можно на моем канале бусте нужно нарисовать вас ту карту по моим видео прикрепить под последним постом с вопросами ваши вопросы вашу вас ту карту и тогда в регулярном видео который я буду снимать по вашим вопросам вы на свой вопрос получите ответ надеюсь мое видео было для вас полезно а с вами был канал арт васту и до новых встреч